Все любят театр. Даже те, кто его не любит, никогда в этом не признаются, ведь театр — это настоящее искусство. Искусство притворяться. Артисты делают вид, что в зале нет зрителей, а зрители делают вид, что находится не на какой-нибудь безымянной семнадцати, а наоборот — в Генуе. В театре герои говорят очень громко, неестественно громко, только в театре герой может орать шепотом. «Джули, будь добра не ори», — орёт шепотом какой-нибудь Джордж. И это понятно, ведь если говорить тихо, то он на галёрке вас не расслышит и, конечно, перестанут платить за билеты, что, конечно, не устроит ни актёров, ни театральную администрацию. Простые люди не любят театр. Там никогда нельзя понять, куда, в какой момент смотреть. В кино специально обученный специалист выделяет для зрителя главное — вот герой, он совершает подвиг и погибает. А вот его возлюбленная, наблюдающая за подвигом героя, она плачет. Всё просто и понятно. Все плачут синхронно с героиней и счастливые расходятся по домам. В театре же всё сложнее. Кто, когда заплачет или совершит подвиг — совершенно неясно. Повторов на тот случай, если ты зазевался и что-то упустил — непредусмотрено. И поэтому зритель находится в постоянном напряжении, ведь непонятно, куда и в какой момент смотреть. Это раздражает простого человека. Чаще всего его имя Джордж. «Называй меня Джорджем», просит он героиню. Она называет его Джорджем, очень тихо, ведь она так молода и застенчива. Он счастлив. Театральный герой постоянно бездельничает. Он слоняется по сцене и ввязывается в неприятности. Цель его жизни — попасть под суд за преступления, которых он не совершал. Он считает, что день прожить не зря, если удастся напустить туману в происшествие и все без разговоров признают его убийцей. Театральный герой — отличный оратор. От его красноречия даже у самого мужественного человека душа уходит в пятки. Когда герой поучает злодея — это великолепное зрелище. Каждый театральный герой владеет имением, которое примечательно высокой культурой хозяйства и хитроумной планировкой помещичьего дома. Дом этот, как правило, одноэтажный, маленький, неудобный. Вокруг веранды полно растительности, в которой постоянно сидят обитатели соседней деревни. В этом основной порог усадьбы. Но герой доволен, ибо он обрел слушателей для речей, которые он постоянно произносит с парадного крыльца. Обычно как раз напротив дома кабачок — это удобно, не нужно далеко ходить. От имени герою одно беспокойство — сразу видно, что делец он неважный. Только попробует вести хозяйство самостоятельно и сразу в пух и прах разоряется. Правда, обычно уже в первом действии злодей отбирает у него имение и таким образом избавляет его от дальнейших хлопот почти до конца пьесы. Но потом ему опять приходится надевать этот хомут. Справедливость требует извинить героя за то, что он бедняга, то и дело теряет голову и совершает юридические и всякие другие ошибки. Может быть законы в пьесах — это еще не самая страшная и непостижимая тайна вселенной. Но они от нее очень, очень недалеки. Из всего свода театральных законов, вот что мне удалось уяснить. Если человек умирает, не оставив завещание, то все его имущество переходит к первому попавшемуся злодею. Но если человек умирает и оставляет завещание, то все его имущество переходит к человеку, завладевшему этим завещанием. Случайная утеря брачного свидетельства стоимостью в 3,5 шиллинга влечет за собой расторжение брака. Чтобы судить безукоризненно честного джентльмена за преступления, о которых он и в жизни не помышлял, достаточно показаний одного злонамеренного персонажа, как правило, с сомнительным прошлым. Спустя много лет эти показания могут быть опровергнуты и обвинение будет снято без суда и следствия на основании одного лишь голословного заявления комика. Если некий А подделывает на чеке подпись некого Б, то по законам сцены Б приговаривается к 10 годам каторжных работ. Предупреждения за 10 минут достаточно, чтобы аннулировать закладную. Какие деньги, что ли? Все судебные процессы происходят в гостиной обвиняемого. Причем злодей сразу действует и за адвоката, и за судью, и за присяжных заседателей, и еще командует парочкой полицейских, которым почему-то велено во всем ему подчиняться. Таковы некоторые из наиболее важных юридических положений, действующих на сцене. Однако с каждой новой пьесой появляются все новые и новые статьи и поправки, так что я потерял всякую надежду, как следует разобраться в этом вопросе. Что до нашего героя, то он конечно теряется перед подобными законами. Злодей, единственный смыслящий в них персонаж, легко вытягивает у него все денежки и пускает его по миру. Простодушный герой подписывает викселя, закладные, дарстены и тому подобные документы, воображая, что играет в бирюльки. Потом оказывается, что он не в состоянии воплотить проценты и у него отбирают жену, детей и выгоняют из дома на все четыре стороны. Теперь он вынужден в меру своих сил добывать себе пропитание и, разумеется, еле ноги волочат с голоду. Герой умеет произнести длинную речь, поплакаться в своих неприятностях, встать в красивую позу на аванс-сцене, избить злодея, наплевать на полицию, но все это не в ходу на рынке рабочей силы, а больше он делать ничего не умеет и не любит. Тут-то и начинает он понимать, как трудно заработать себе на жизнь. И все-то ему подворачивается слишком тяжелая работа. Вот так проклиная судьбу и негодуя на человечество, оплакивать свои несчастья, герои влачить свое существование через всю середину пьесы, вплоть до последнего акта. Тут он опять становится владельцем своего имения и может катить в деревню, читать норовоучение и блаженствовать. Норовоучение это его конек, их запас у него неистощим, он надут благородными мыслями, как мыльный пузырь воздухом. Подобные же бледные расплывчатые идеи проповедуют на благочестивых собраниях шесть пенсов за вход. Меня преследует мысль, что где-то я уже это слышал. В памяти всплывает длинный мрачный класс, давящая тишина, которую изредка нарушает скрип стальных перьев и шепот «Дай конфетку Билл, ведь я с тобой дружу». Или погромче. Сэр, пусть Джимми Багглз не толкается. Но герой считает свои изречения алмазами. Наставления эти такие добрые, а зрители так нравственны. На всей земле едва ли найдешь сборище людей, столь порядочных, любящих добродетель, даже когда она глупа и скучна. И ненавидящих порог в речах и поступках, как наш современный театральный зритель. По сравнению с ним древние христианские мученики кажутся иногда суетными грешниками. А какой силач театральный герой? С первого взгляда и не скажешь. Но подождем, пока героиня взвизгнет «На помощь! Спаси меня, Джордж!» или на него нападают полицейские. Тогда он одним махом справляется с двумя-тремя специально нанятыми хулиганами и четырьмя сыщиками. Если от одного его удара валится с ног менее трех человек, он в тревоге. Что я захворал? Откуда эта странная слабость? В любви он признается особым способом. Для этого он всегда встает за спиной любимой девушки. Девушка, будучи, как мы упоминали, робкой и застенчивой, сразу от него отворачивается. А он хватает ее за руки и вдыхает ей признание в спину. Театральный герой постоянно носит лакированные ботинки без укоризненной чистоты. Временами он богат и занимает квартиру с семью комнатами. Иногда ютиться на чердаке, но лакированные ботинки на нем неизменно. За эти ботинки можно выручить по крайней мере 3,5 шиллинга и мне кажется, что вместо того, чтобы взывать к небесам, когда его сынок плачет от голода, ему следовало бы стянуть с ног эти ботинки и снести их за клад. Герой же это в голову не приходит. В лакированных ботинках он пересекает африканскую пустыню. На необитаемом острове, где он спасается после кораблекрушения, у него припасены лакированные ботинки. Он вернулся из долгих трудных странствий. Одежда в лохмоте, но на ногах новенькие сверкающие лакированные ботинки. В лакированных ботинках он скитается по австралийским дебрям, воюет в Египте, а также открывает Северный полюс. Герой бывает золотоискателем, грузчиком, солдатом, матросом, но независимо от рода занятия он носит лакированные ботинки. На лодке он гребет в лакированных ботинках, в них же он играет в крикет, на рыбалке, на охоте, везде он в них. В рай пойдет он только в лакированных ботинках, не разрешат, отклонит предложение. Герой из пьесы не выражается просто и понятно, как обыкновенно смертный. Ты будешь мне писать, да милый, спрашивает героиня перед разлукой, обыкновенный человек ответил бы так, что за вопрос киска каждый день. Но герой пьесы это высшее существо, он говорит, любимая, видишь ли ты вон ту звезду. Героиня поднимает глаза вверх и признается, что она действительно видит ту звезду. И тогда он с разгона пять минут подряд мелет ерунду насчет этой звезды и заявляет, что лишь тогда перестанет писать, когда сия бедная звезда свалится со своего места на небосклоне. Что касается меня, то после длительного знакомства с театральным героем мне очень захотелось увидеть героя нового образца. Хорошо бы для разнообразия, чтобы он столько не болтал и не хвастался и в течении хотя бы одного дня мог позаботиться о собственной персоне и не попасть при этом в беду. Субтитры сделал DimaTorzok